Миллионы привет! Вы на канале мужики у плиты! Друзья, готовим с вами сегодняшний шницель по-министерски. Очень простое блюдо, очень вкусное, сытное, сочное и готовится буквально за две минуты. Нам понадобится белый хлеб, если есть немножко черствый, то это будет даже лучше, его будет проще резать. Куриное филе, мука, яйцо и специи, только соль. И давайте приступим. Для начала нарезаем хлеб соломкой. У меня хлеб сегодня мягкий и поэтому он немножко под ножом проминается. Если будет чуть-чуть зачерствевший, будет даже лучше. Например, можно с вечера или с утра в день готовки оставить его на столе. А вообще этот функционал хлеб, то в чем он будет? Зачем он будет? Он будет служить панировкой куриным сухарям. Ну, все по порядку. На одну порцию куриного филе готово уже. Я использую где-то, наверное, два с половиной кусочка белого хлеба и одно яичко у меня уйдет на то, чтобы обмакнуть в него три порции куриного филе. То есть, да, если шесть порцию будет, то, соответственно, два яйца и сколько там получается? Семь-восемь кусков хлеба. Так, это в сторону куриное филе. Ну, соответственно, да, такие большие грудки я не буду использовать. Я по традиции, когда готовлю отбивные, малое филе всегда убираю и из него готовлю наггетсы, панирую в сухарях. Ссылка есть у нас на канале. Ну, и само куриное филе я разделяю на две части, смотри, прижимаю рукой и провожу горизонтально ножом. Раз. И, смотри, в зависимости от порции. Да, если порцию очень большую, любишь, да, хочешь, можно оставить вот такой кусочек, можно разгреть еще примерно поровну. Ну да, еще это размер, собственно, самого филе зависит. Вот, видишь, малое филе мы с тобой играем. Оно, кстати, очень сочное, его даже можно замариновать и использовать в салате, например, Цезарь. Ну, и смотри, можно пойти двумя путями. Можно присыпать солью курицу, а можно приготовить, скажем так, пряную мучную обвалку. Добавив сюда любимые специи, еще раз, я использую только соль. Можете использовать прованские травы, можете использовать перец обычный, добавить. То, что вашей душе угодно. И хорошо со всех сторон обваливаю куриное филе, чтобы мука покрыла его полностью. Это нужно для того, чтобы в процессе жарки поры были забиты и сочность у курочки осталась все на месте. Так сильно прижимаю, хорошенечко обваливаю в муке. Так я поступаю с каждым кусочком в лишнюю муку, но я стряхиваю, чтобы она не мешалась уже в готовом блюде. Получается, все поры, все вот эти вот надрезы, да, между лобокнами, они все закрываются мукой. Ну, повторюсь, да, по одному яичку на три кусочка курицы. У меня пять кусков, соответственно, два яйца и хорошенечко перемешиваю белок с желтком. Куриное филе тоже я использую вилку, чтобы не пачкать руки. Вот, видишь, раз, два, искупал со всех сторон. Сейчас у меня здесь немножко завернулось. Чуть стекло сюда. И уже здесь мы наносим обильно с тобой хлебную панировку. И как следует вдавливаем все это дело руками. Вот так это вот напиталось, получилось лишнее. Чрезмерно я сниму. И вот такой полуфабрикат у меня готов. Его, кстати, можно вот таким же и заморозить. А потом достать на ужин. Следующий этап – обжарка и доведение до готовности. Это два этапа. Сначала сковорода, масло, небольшой огонь, потом духовка. И уже готовое блюдо будет у нас на столе. Поехали. Смотри, сковородка разогревается. Немного растительного масла. Ну, вернее, как немного. Это блюдо масло, конечно, загорает довольно много. Но, смотри, чтобы масло меньше впитывалось сухари, нужно, чтобы оно было сразу разогретым, не холодным. Ждем, пока разогреется. И обжариваем с двух сторон. По одному кусочку выкладываю на нашу с вами сковороду. Все у меня должны влезть. Слушай, а сейчас вспоминаю, было такое блюдо мясное – медвежья лапа. Это не вот, ну, медвежья лапа, там она готовится, по-моему, в смеси говяжьего фарша и печени. Должно обваливается в сухарях, я могу ошибаться, конечно. Вот, смотрите, чуть-чуть я подливаю масло, хлебушек его забрал. Огонь у меня получился с одной стороны довольно интенсивный, видишь, и начало у меня гореть. Этого быть не должно, поэтому следите за температурой. Вот такие должны получиться на с вами сухарики сверху. Вот такие они у меня румяные получились, но за исключением одного. Ну, это, я бы сказал, даже не недостаток, а особенности приготовления в живом и открытом огне. Но плетела у вас такого не будет, если вы правильно выбрали температуру. Складываю в емкость для запекания, которая отправится в духовку. При моей толщине кусочков это будет, наверное, минут 12-15, температура 180 градусов. Я во многих роликах уже показывал, рассказывал, как понять, что мясо готово. На нем появляется такая белая пенка, белковая. Это значит, что мясо полностью готово. Все, ребят, я отправляю в духовку, готовлю печь. В печи довожу до готовности. Друзья мои, 15 минут. И будем наслаждаться вкусом. Финальные штрихи. Выложить, украсить и угостить. Друзья, я, наверное, вот эту самую, которая у меня получилась, не очень козистую, я положу вниз. Чтобы досталось наименее расторопным. И смотри, какой звук получается. Слышь, дай-ка, дай-ка я подлечу это к твоему звуку. Слышь, дай-ка, дай-ка я подлечу это к твоему звуку. Двигайся ближе, будем смотреть на разрез и пробовать с тобой, что получилось. Смотри, за что я обожаю это блюдо. Именно за хруст верхней корочки и за хранцузской булки. Да, и смотри, все сочно, все аппетитно, все очень-очень вкусно. Пока Константину камеру переставлял, я съел уже половину куска, друзья мои. Простые вкусы, они самые понятные, самые вкусные. Погодите, я сейчас мини-сельским работникам не почуял, а ты вошли на целях. Самая простая должность, самая понятная. Друзья мои, пробуйте, готовьте, готовьте с нами, готовьте лучше нас. И пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!